Всем привет-привет, мои дорогие и любимые подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаем очередной традиционный расклад, что происходит в его жизни прямо сейчас. И расклад будем делать на колоде Тару Радиан Души. И посмотрим, что сейчас происходит в жизни вашего мужчины, какие энергии меняются, окружают его сейчас, что его волнует и так далее. Все по нашему обычному плану. Напоминаю вам, мои дорогие, что по вопросам обучения обращайтесь, пожалуйста, на мой WhatsApp. Ссылочка находится под каждым видео на моем официальном канале на YouTube. Это единственный способ коммуникации со мной. Я расскажу вам о моем обучающем курсе. И благодарю вас за поддержку, за лайки, комментарии, донаты, спонсирования. Низкие вам поклоны, мои дорогие. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? О, конфликты, сплетни могут быть. Этот человек может наблюдать за вами, допустим, следить за кем-то. Может с кем-то спорить, с кем-то ссориться, в том числе и с вами. А может быть с кем-то еще, потому что это энергия конфликта. Также он мог получить какие-то внезапные, неожиданные известия, чаще всего по воздуху, которые прилетают. Имеется в виду звонки, какие-то переписки в интернете, допустим, либо письмо тоже по самолетам могут к нему привезти. Чаще всего по воздуху, либо это стремительные какие-то, неожиданные известия. Но больше здесь именно энергетика конфликтов каких-то. То есть он может сейчас участвовать в каких-то перепалках, каких-то конфликтных ситуациях, спорах. Ну, в общем, вот так. И может вести, кстати, себя именно по этому аркану, по пажу мечей. Незрело, конфликтно и как-то очень так себе, давайте скажем. Что, какие энергии уходят сейчас из его жизни, покидают сейчас его жизнь. И что, наоборот, вступает в силу. Что происходит в его жизни прямо сейчас. Ну, смотрите, в жизни, вернее, этого мужчины происходит сейчас ситуация, связанная с некой женщиной. Тут, кстати, может быть и с парой связана. Но чаще всего, скорее всего, здесь показывают именно вас. Тут, знаете, будет несколько направлений информации, потому что расклад все-таки общий. У этого мужчины может быть некая пара, знакомая какая-то, либо это могут быть даже его родители, к примеру, либо родственники, либо просто какие-то знакомые коллеги, в принципе, люди, которые каким-то образом в его жизни участвуют. И вот сейчас у него с ними либо разлад, либо, в принципе, энергетика какая-то сложная, переживание связано именно с этими людьми. Это будет первое направление для первой части аудитории, для определенной какой-то части аудитории. Что-то с ними не ладно. Либо с ними, либо в отношениях с этими людьми что-то как раз с парой у него не ладно. Второй вариант, второй пласт информации, направление информации, это выходите вы, потому что первый ряд расклада чаще всего выходите вы и он. И вас показали императрицей и королем жезлов. Я вам так скажу. Если ваш мужчина огненной стихией, допустим, да, то, скорее всего, это именно о вас идет речь. Но тут и не обязательно огненная стихия. Здесь у части аудитории может быть и очень многих, что это именно вы. И вот здесь и показывают, что в отношениях с этой женщиной, соответственно, скорее всего, с вами, либо с другой женщиной, если вы давно с ним не в отношениях, живете разными жизнями, и у него своя жизнь уже давно. Так вот, у него сейчас с этой женщиной происходит период разлада, период каких-то, вот смотрите, по девятке мечей он как будто себя даже обвиняет. Совесть его мучает. Либо он тут вот вплоть до того, что спать не может, плакать хочется, как-то ему на душе прям так щимит нехорошо. Но, в общем, что-то связанное с этой женщиной. Какие-то переживания, волнения, страдания. Вот сейчас его окружает такая энергетика. И это же нам указывают и карты, которые нам сигнифицируют энергии, которые уходят из его сейчас жизни и что приходит. Уходят стремительные какие-то события, развитие чего-то, переписки, общение. В общем, когда он крутился, возможно, как белка в колесе, много было каких-то ярких событий в его жизни. Вот этот период сменяется сейчас каким-то моральным, эмоциональным выгоранием, разочарованием, печалью, даже скорбью где-то у кого-то. Ну, может быть, тут, конечно, связано с какими-то людьми, либо с вами. И вот этот аркан сейчас вступает в его жизнь как основной. К сожалению, это пятерка кубков. Мы никому ничего плохого не желаем, естественно. А это аркан эмоционально сложный. Что думает о вас? Давайте теперь копнем, посмотрим. О вас-то мысли есть вообще и какие сегодня? У него всегда такие сильные арканы выходят в вашу сторону. И еще что думает? Мысли о вас? Ну, если тут мужчина, допустим, женат, давайте так тоже разграничу информацию для разных категорий зрителей. Если мужчина здесь женат, да, или вы в отношениях, если вообще здесь присутствует брак, официальные отношения, либо гражданский брак, либо у вас, либо у него кто-то есть, да, между вами еще, то сейчас у него мысли об этом, о том, что на данный момент эту ситуацию никак не разрешить, никак не разрулить вообще. Ну вот тут нет решения этой ситуации. Об этом у него и мысли. Если же здесь не идет речь о браке, допустим, да, что и вы свободны, и он свободен, никого между вами нет, то мысли о том, что вы настолько вообще женщина яркая, я хочу даже сказать мощная, и женщина, которая, возможно, даже в чем-то где-то им манипулирует, подчиняет его своей воле, для того, чтобы добиться каких-то результатов для себя, да, то есть у него могут быть мысли о вас такие, но это не плохие мысли-то на самом деле. Он просто думает о мощи вашей личности, о том, какой вы сильный человек. Вот у него сейчас такие мысли, причем эта информация будет относиться практически ко всем зрителям. Его эмоции и чувства к вам на сегодняшний момент. Мы смотрим вчера, сегодня, завтра. Но тут мужчина сейчас занят работой. Здесь больше не об эмоциях и чувствах к вам, здесь говорят, что мужчина полностью окунулся в работу, либо в какие-то, если не работают, допустим, либо в отпуск, либо еще что-то, в какие-то будничные дела. То есть его закрутила, завертела жизнь сейчас, и он полностью там в этих энергиях. И эмоции к вам, они не то чтобы отсутствуют, но это не на первом плане сейчас, не на первом месте. Еще эмоции. Давайте так посмотрим еще эмоции. Ну да, у него здесь полностью сейчас, смотрите, смотрите, что творится. Да, нам показали. Не спрашивайте нас о чувствах и эмоциях к этой женщине сейчас, потому что он полностью сейчас погружен в какие-то свои дела. Рабочие, карьерные, каких-то перспектив своих. В общем, чего-то такого. Денег, работы, каких-то дел своих ежедневных. Тут ему не до эмоций и не до чувств. Поэтому можно сказать, что в эти дни это не в приоритете у него. Хотя это не значит, что у него нет эмоций и чувств. Что мужчина скрывает сейчас о вас? Тут, кстати, если у него есть дети, что-то может быть связано с детьми, вложения какие-то материальные. Либо здесь идет речь, что он чему-то новому учится, либо что-то новое хочет начать. Либо какие-то у него есть, несмотря на эмоциональное выгорание, опустошение, у него есть какие-то планы двигаться вперед. И он сейчас занят. Его мысли больше даже этим заняты. Но эмоции сейчас все его направлены именно в эту сторону. Теперь давайте посмотрим, что скрывает от вас. Что скрывает этот мужчина. То, что он долго чего-то ждет, какие-то ожидания у него есть, что-то, возможно, добивается, либо ожидает чего-то и не получает нужного результата. Вот это он скрывает. Также он может скрывать некую неудовлетворенность чем-то. Что-то его не удовлетворяет, возможно, и в отношениях с вами. О чем он хотел бы сказать, но молчит. О том, что вы красавица. О том, что вы умница. О том, что вы великолепны. О том, что он восхищается вами во всех отношениях. Он очень хочет вам это сказать, но он это не говорит. Почему? Ну, вот такой у нас товарищ попался. Еще тут кадр, как говорится. Одни пентапли выходят. Вот мужчина у нас материалист, просто, конкретный, стопроцентный. Что мужчину волнует сейчас? Что волнует этого человека сейчас? Ну, опять-таки, его волнуют какие-то его дела. Если есть дети, еще раз повторюсь, что-то связанное с детьми может быть. Если детей нет, значит, какие-то его дела. Карьерное продвижение, что-то новое, какой-то новый путь, какие-то новые, может быть, обучение какое-то новое. Либо вот какая-то новая волна в его жизни. И это связано больше именно с карьерой, именно больше с каким-то его продвижением таким вот личностным, социальным, можно сказать. Здесь не о чувствах речь сейчас идет. Говорит ли с кем-то о вас? И если говорит, то как? Какие это слова? Говорит. Может говорить. У кого-то из вас может быть так, что может говорить с женщиной о вас какой-то. Чем это может быть? Мать может быть. Ну, не знаю как. Если женат, может ли он говорить с вами о жене? Вернее, о вас с женой. Может ли там с кем-то сестрой делиться чем-то? Либо с коллегой. Коллега запросто может быть. И начальница, и кто угодно. Кому-то может говорить о вас. Либо вашей даже маме, если он знаком с вашей мамой. Тут может быть женщина. Если же, тут не обязательно у всех, это естественно так отыграется. Но говорит он как о вас? Говорит о вас положительно, позитивно. И говорит о том, что вы, женщина, мало то, что самодостаточная, очень ценная. Самодостаточная, ценная, умная, разумная во всех отношениях. Может быть где-то в чем-то даже расчетливая. Тут тоже он такие вещи может говорить. Но говорит слова о вас хорошие. То есть оценивает вас как женщину на пять с плюсом. Так можно сказать. Так, его первая мысль... Нет, сейчас прошу, как он себя чувствует дома. Если вы живете в разных местах, в разных домах, какая атмосфера у него дома сейчас, либо что-то там происходит. Все нормально дома показывают. Может проводить время с семьей, если есть семья. Могут как-то влиять, если он, допустим, нет у жены, детей, к примеру, если он у вас свободен. То это может быть семья, его мама, папа. Может быть, мама с папой посетили. Либо кто-то из родственников. Либо он кому-то съездил, либо позвонил, поговорил. Тут больше касается его дома. Но, в общем-то, это аркан благополучия. Можно сказать, все нормально у него дома сейчас. И связанная, конечно, энергетика с родственниками. Каким-то образом семья, родственники здесь сейчас влияют на энергии, окружающие его в доме. Может быть, кстати, какое-то у них семейное, либо вечеринка, собрание, какой-то встреча предстоит. Может, там день рождения у кого-то, к примеру, в том числе и у него. Может быть, у кого-то какой-то повод есть, и он здесь может попасть на эту вечеринку, на эту встречу с родственниками. Так, теперь вопрос. Следит ли за вами? Наблюдает ли? Да. Абсолютно да. Ну, как следит? Он даже не то, чтобы следит из-под воли, из-под тяжка. Он тут и не скрывает даже. Да, он имеет какую-то от вас, о вас, вернее, информацию. И она ему очень интересна и очень даже нужна, и очень живо интересует, что с вами происходит. Вот вы сейчас смотрите расклад, что происходит в его жизни прямо сейчас. Может быть, и он смотрит что-то вроде этого. Либо узнает что-то о вас, что же там происходит в вашей жизни прямо сейчас. Но он это даже и не скрывает. То есть, это не из-под тяжка. Или думает о том, что почему я должен скрываться. Интересуюсь, да интересуюсь. Так, теперь вопрос, его мысль, когда о вас. Есть ли мысли о вас, когда просыпается? Какие это мысли? Есть ли мысли, когда засыпает? И какие это мысли? И оба аркана сложных вышли. Здесь мужчина от мысли о вас закрывается. Он не позволяет себе слишком много о вас думать. А когда он просыпается, если у него возникает мысль о вас, он сразу ее гонит из своей головы и говорит, нет, 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 я сейчас об этом думать не буду. Почему? Не знаю. Кто-то из вас может здесь вообще быть с ним. Если вдруг вы с ним в расставании, допустим, сейчас, кто-то мог тут заблокировать друг друга, к примеру. Либо он себе вот так поставил задачу закрыться от мыслей. Он не позволяет себе этих мыслей. А когда засыпает, он засыпает, скорее всего, уставший. И слишком много на него сейчас навалилось всяких других проблем. Вот у нас весь расклад сегодня подтверждает это. Что он сейчас как-то загружен какими-то проблемами, какими-то сложностями, возможно. Поэтому ему не до того, чтобы прям думать. Если он тут больше думает о другом сейчас. Поэтому вот так сегодня, девчонки. Ну вот что есть, то есть. Теперь будет вопрос, если вы с ним в расставании, хотел бы он вас вернуть сейчас. Если вы в расставании, хотел бы он вас сейчас вернуть. Ему сейчас не до этого. Ему нужен период, чтобы, если вы сейчас в расставании, ему нужен период, смотрите, человек спит, отдыхает. Вот нужен период покоя, тишины. Ему нужно многое обдумать. Он здесь не спешит вас возвращать. Поэтому сказать, хочет или нет, здесь сложно. Он не спешит это делать. Вот это будет правильнее звучать. Стоит ли вам сделать первый шаг какой-то сейчас, если вы с ним в расставании, и очень-очень сильно хочется сделать этот шаг? Ну, у вас, скорее всего, вам действительно хочется. Вот большинству из вас всё-таки хочется сделать первый шаг. Знаете почему? Потому что у вас прекрасная светлая душа. Вас показывает арканом солнца. Вот вы искренний человек. Вы светлый, вы хороший. И даже если он вам в душу нагадил, извините за выражение, вы настолько светлый, хороший человек, что вы способны простить и примириться, и даже какие-то слова ему тёплые сказать. Даже если он там, я не знаю, ушёл в игнор, не отвечает, не появляется, а у вас-то энергетика всё равно светлая, чистая в вашей душе. Вот этот аркан говорит, что поймите, что вы ребёнок светлый, чистый и прекрасный. Даже если вы считаете себя суперопытной женщиной, супер такой, знаете, которая знает следующий шаг своего партнёра, может всё просчитать или ещё что-то в этом плане. По сути, вы очень светлый, чистый человек, поэтому смотрите, чтобы не поступить как-то слишком наивно по этому аркану. Здесь, в принципе, мне показывают, что вы хотите сделать первый шаг. Скорее всего, вы хотите. Даже если вы сейчас напишите в комментариях, нет, не хочу, никогда не сделаю. Если вы считаете, что не хотите, мне просто показывают вашу светлую, тёплую, прекрасную душу. И если этот человек проявит к вам такую же энергетику по отношению к вам, то вы, скорее всего, и простите, и примите. И, ну, в общем, у вас просто такая светлая, прекрасная душа. Так что здесь больше разговор не о том, делать ли вам первый шаг, а о том, что вы вот такой человек, вот такой вы прекрасный человек. Дайте ему отдохнуть, мне так и хочется сказать. Я бы на вашем месте, это моё личное мнение, сейчас не проявлялось бы, потому что вы можете поступить наивно, да, как ребёнок. А воспримет ли он это или нет правильно, кто его знает, светлую вашу энергетику, потому что ему нужен период сейчас тишины. Вот так. Так, теперь будет следующий вопрос. А будут ли какие-то действия реальные с его стороны? Можно ли ожидать реальных действий с его стороны в ближайшее время? Тут человек обязательно появится, обязательно будет действовать как-то, если вы в расставании. Если же у вас с ним всё более или менее, но он как-то, знаете, редко появляется, либо мало вам уделяет внимания, знайте, что у него действительно сейчас он решает какие-то вопросы по работе. Весь расклад сегодня нам показывает по работе, по деньгам, что-то связанное с материальным миром, либо с его карьерой, работой. И туда направлены все его мысли и все его, в принципе, действия. Поэтому можно ли ожидать действий? Да, здесь можно ожидать от него действий. Но знаете, что сейчас у него вообще голова завалена, да, другими мыслями и другими заботами. Я понимаю, конечно, что когда любишь человека, то неважно, какие у тебя заботы, ты всё равно о нём думаешь и хочешь какой-то шаг к нему сделать. Ну, тут мужчина вот такой у нас. У него на первом месте пентакли, работа и всё связанное с этим. Так, теперь будет вопрос о сопернице. Только для тех, у кого точно есть соперница на 100%. Если соперницы нет, просто прокручивайте этот вопрос. Что у него с соперницей сейчас? Ну, ничего хорошего. Это Аркан Разбитое Сердце, это Аркан Тройка Мечей. Тут вполне возможно, что ваша соперница либо узнала что-то ещё о ком-то, либо она знает, и это её отнюдь не радует, и у них здесь могли произойти какие-то события, которые привели к тому, что они сейчас вошли в этот Аркан Разбитое Сердце, Аркан Тройка Мечей. То есть, по сути, можно было бы сказать, что и он, и она сейчас переживают, какой-то очень сложный период в отношениях. Давайте скажем так, потому что вот этот Аркан, он указывает на то, что между людьми есть реальные проблемы. И эти проблемы могут быть связаны либо с влиянием других каких-то лиц на отношения, либо с чем-то ещё, с какими-то вещами. Ну, давайте добавлю ещё один Аркан, посмотри, уточни, с чем может быть связан этот Аркан, с чем именно может быть связан этот Аркан. Ну, тут дело в том, что многие из них вообще расстались. Просто-напросто. И могут расстаться в ближайшее время. Это десятка мечей. С чем связано? У тех, у кого расстались люди, знайте, что они сейчас переживают оба. Ну, то есть, если ваша соперница и ваш мужчина расстались, они сейчас переживают как раз тот период, когда нелегко ему и я. Я не могу сказать, что легко и ей, и ему обоим. Плохо сейчас достаточно. Но дело в том, что эта точка между ними, она должна была уже произойти, и она наконец-то состоялась. Это для тех, кто расстался. Часть аудитории так и будет. Для части аудитории здесь будет так, что как раз из-за того, что некую ситуацию надо закончить, может быть, она требует, чтобы он прекратил отношения с кем-то, потому что это тройка мечей. Она может требовать, чтобы он поставил точку там, допустим, да, и был с ней, к примеру. Из-за этого у них сейчас вот такие энергии сложные. Поэтому здесь будет два направления. Но и то, и то имеет место быть. И у кого-то так, и у кого-то будет так. Но в любом случае, это очень сложная энергия сегодня. Прям вообще очень сложные энергии вышли. Как вам лучше сейчас себя вести с этим человеком? Как вам лучше вести себя с ним? С точки зрения карты Ру. Да никак. Закрыться и не отдавать свои эмоции. Поэтому аркану можно сказать не писать первое, не звонить, не проявляться, не отдавать ему поток своих эмоций. То есть это аркан закрытого человека, который полностью закрылся, держит свои эмоции, свои пентакли при себе, свои чувства, свои слова. Молчание, золото тоже здесь. Поэтому здесь вот такой аркан. Почему? Не знаю. Вам виднее. Ваша ситуация. Ну вот, что есть, то есть. Что показали, то показали. Давайте. посмотрим дно колоды. У кого-то из вас здесь может быть либо семья с ним, либо какие-то стабильные, устойчивые такие отношения, достаточно глубокие. Либо здесь там просто показывают, что есть влияние семьи, влияние каких-то людей, которые могут составлять его семью, либо вашу. Здесь может быть так. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели мой расклад до конца. Буду вам очень благодарна за пальчик вверх, за теплый комментарий под моим видео. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую, люблю, желаю всем счастья, любви и добра, всего самого светлого и прекрасного. Пока-пока, мои дорогие. До следующего расклада.